Ну что ж, а сейчас я хочу продолжить и к своему, и я думаю, вашему большому удовольствию пригласить сюда, в центр нашей сцены, женщину-легенду, нашу всеми любимую мама Римму Брайтона. Женщина-легенда! Я не буду говорить господа и госпожи, товарищи, друзья. Музыканты всю жизнь мои были мои. Музыканты, которые играли даже на улице или там где-то, они были мои. И я всегда старалась им помочь. И эмиграции музыканты, которые приехали, начиная, которые сейчас стали олигархами, и там нянь, и там нянь, и там нянь. Они начинали все умнее. Это не важно. Это важно, когда я познакомилась с Абошей. Его все называли, я не знаю как, Альберт, он для меня был Абошей. И этот Абоша не был похож на всех музыкантов. Как ни странно. Музыканты обычно считают деньги. Правильно, ребята? Правильно. А когда подходил вечер, и надо было раздавать, ну, то, что они заработали, он оказывался где-то, то ли в туалете, то ли где-то. Я говорю, Абош, а где ты, почему ты не присутствуешь? Он говорит, мою долю принесу. Он надеется на всех их, как он был честный. Мы вспомним его улыбку и вспомним его любовь к его виде, как он ее ревновал, как он ее любил, как он все. И к его двум девочкам, этим очаровательным девочкам, которые тоже очень любили его, очень похожи на него, даже больно смотреть. Даже больно смотреть. Викторка, ты знаешь, как я его любила. Витуля, ты знаешь, что нас связывало. Мне было приятно, что я пришла на свадьбу твоей дочери, хоть это было очень больно смотреть, что Абош не было. Мне приятно, что ты не забыла память о нем. И мне приятно, что ты своих девочек научила любить, уважать отца своего. Это твоя честь, и за это тебе надо отдать должное. Музыкант, который всем вам очень известен. И так вот ваши дружные аплодисменты. Лев Ильисовецкий. Прежде всего, в этот день я хочу поблагодарить Вету, что в такой незабываемый день памяти Альберта она не забыла пригласить нас с Надей. И я ей очень благодарен за это. Мне приходится выступать после прекрасного выступления женщины-легенды Рима. И я хочу к ее образу, легендарной женщине, добавить еще один штрих, может, не все знают. Дело в том, что когда у нее работали музыканты, и Риме нравилась какая-то песня, и она ее заказывала, она им всегда платила типы. Хозяйка. Вы видели такую хозяйку, Германа? Ну, после такого вступления я перейду к главному, о чем я хотел бы сказать. Дело в том, что в конце, в ноябре 2007 года было очень тяжело выступать. Все были отбачены горе, горечие утраты. Сейчас выступать мне гораздо легче, потому что хотите или не хотите, но время лечит все раны. Все тяжелое немножко ушло. Осталось самое светлое, самое прекрасное, что мы можем сказать о нашем друге. О друге, всех здесь присутствующих, и его сына как друга. И именно сейчас оценивается, когда все вы пришли и почтили день его памяти. Почему легко говорить? Потому что это был чудный человек, светлый человек, прекрасно относившийся к своим родителям. Не было дня, чтобы он не побеспокоился, как они поживают, как они себя чувствуют. Если какой-то звонок, он летел с Брублина в Нью-Джерси в любое время года. Он был прекрасным братом. И вот Эльза и Розанна это подтвердят мне, как к ней у них были чудные отношения. Просто они жили в заботе друг о друге и взаимной родственной любви. Ну, и все вы знаете его семью, его отношения к Светой, их любовь, его отношения к детям. И даже вот я как-то слушал его интервью по радио, он не сказал про свое творчество. Он сказал, что главное мальцы – это сделать музыкальный альбом для своей дочки. Я помню даже из этого интервью его слова. Вот такое отношение его было к семье. Я хочу сказать, что это был скромный человек, всегда на себя не обращающий особого внимания, скромный в быту, скромный в работе и всегда шедший навстречу просьбам друзей, родных и тех, кто его окружал. Но самое главное, я хочу сказать о нем как о музыканте. Это был прекрасный музыкант, который всегда работал в лучших коллективах, в самых видных коллективах, начиная с Баку, «Талисман», очень молодой, такой перспективный ансамбль был. Он работал в ансамбле «Гая», он в Москве, когда переделся, работал в прекрасных ансамблях. А здесь, слава богу, его знают. Но если не весь Нью-Йорк, то весь Бруклин его знает, потому что он переработал везде, во всех ресторанах, паре, свадьбах и так далее и тому подобное. И всегда это был великолепный музыкант, разносторонне одаренный, он был прекрасный скрипач, он был певец отличный, он прекрасно владел клавишами, он был отличным аранжировщиком. И, честно вам скажу, я ему пару раз заказал аранжировки и до сих пор, до сих пор, почти каждый раз их исполняю, потому что это прекрасная музыка, прекрасный вкус и прекрасное качество работы. Поэтому мне легко сейчас говорить о нем, светло, на душе, потому что в душе о нем только хорошее, только отличное, только положительное. Поэтому я предлагаю налить бокалы и выпить за светлую память о нашем брате, сыне, друге Альберте. И это приветствие будет звучать из России. Друг, коллега по сцене госоркестра Игоя, рок-группы «Талисман», автор и исполнитель Вячеслав Мельников. Позиция будет называться, посвященная Альберту «Играй, скрипач, играй». Как все кладут души, А счастье да огонь, Что жизнь похожа на косой, А тех, кто лучше нет, Да праздник, Внутри на пятницу, Там пронят новые по жизни Но пустить и мудро Это не крестую, Но вспомнил все, что вы Под музыку твой. Играй, скрывай, играй, дай первым событием, и камень на душе. Играй, скрывай, дай первым событием, и камень на душе. Он преподавал там скрипку, гитару после его ухода, и дети пришлось закрыть этот предмет, потому что дети требовали только дяди Альберта, и никто не мог его заменить, никто, дети не хотели ходить, не хотели заниматься. Это был просто необыкновенный талант, рядом со мной стоял, я была благодарна, что он иногда прибегал из Баку, откуда-то, там придет на несколько вещей, потом убежит, украшение. Я хочу поблагодарить Вету за то, что она это сделала, девочкам огромное спасибо, что они, какие красивые, во-первых, аплодисменты этой семье. Я говорю, сегодня праздник армянского народа, все красивые. Две сестрички замечательные, вам низкий поклон. Передайте родителям, пожалуйста, чтобы они долго жили и, так сказать, были в порядке. И память об Альберте ему нравилась этот роман, исполняю его для тебя, дорогая. А напоследок я скажу, а напоследок я скажу, прощай, любить я без многих сил. С ума схожу или восхожу к высокой степени безумства, как ты любил, ты прибудил, погибил не в этом тело. Как ты любил, ты прибудил, ты прибудил, но погибил не в этом тело. А напоследок я скажу, а напоследок я скажу, работу малую и солью. Еще дошли, но боли руки, и сталькою на искрозок не вводят голоса и звуки. Так напоследок я скажу, прощай, любить не обезуйся. С ума схожу или восхожу к высокой степени безумства, а напоследок я скажу. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Итак, дамы и господа, предлагаю вашему вниманию фильм, документальный фильм об отце, снятым старшей дочерью маэстро, очаровательной Юлией Астриян. Субтитры создавал DimaTorzok Our father was an extraordinary man. It takes a special kind of human being to leave behind a legacy of not only astonishing talent, but beautiful humanity. He truly was a beautiful human being, kind, loving, gifted, funny, grounded. As a child, as it is, I could only relate to my dad as his daughter. I processed his existence as it related to my own, as children do. His talents, accomplishments, abilities were all just normal to me. My dad was a rock star, no big deal. It's only after his passing, my growing up and becoming a parent myself, that I learned to experience him as an incredible individual that he was. I'm so grateful to my mom for her amazing strength. And her memory and ability to keep mementos from photographs to videos, keepsakes, that I'm able to look at them with a different eye. I get to rediscover him. I wish I could have a chance to tell him now how big of fans we are of him. How cool he was. The coolest dad. The coolest husband. Brother, son, friend. And I'm so grateful to him for his existence and memory. Our dad and mom gave us something immeasurable. The love and talent for the creative and performing arts. Creativity. Creativity. The arts. They are freedom. It is unbound possibility. It is your very soul reaching out and touching someone. Creativity, the arts. They are magic, aren't they? So you see, my father left me and my sister the greatest gift anyone can leave behind. He left us the gift of magic. And our dad was the most magical of them all. Let's take a look. Есть люди, они как звезды. Они зажигаются очень ярко и манят к себе. Мне повезло. В моей жизни были такие люди. Они есть. И среди них Альберт. 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Дима Торзок Субтитры создавал DimaTorzok Дима Торзок Субтитры создавал DimaTorzok Дети получали свой урок уважения к старости А старики получали ту радость и энергию, которая им давала возможность жить Ведь среди этих стариков были люди, которые пережили геноцид Вы представляете, какая была связь, включая то, что В общем-то, Альберт пережил один из последних геноцидов и погромов армян в Баку И все это, конечно, вот все это становление общины, работа в школе, концерты Это имело одну часть его деятельности, а вторая часть это было то, что он преподавал, именно обучал детей Именно мастерство на хорошем, высоком уровне Как у нас было принято говорить, у него была школа И вот эта школа, она воспитывала действительно молодых, юных дарований Поэтому для меня большая честь пригласить сейчас его дочерей Юлю и Кристину Для того, чтобы вручить World Time Award Achievement Его вклад в деятельность на благо молодежи Нью-Йорка и Нью-Девсии И я хочу пригласить нашу одну из старейших учительниц армянского языка Нашей армянской бруклинской школы, Джулету Григориан Потому что именно она обучала этих девочек армянскому языку, историю Армении, религии и всему Девочки Это большое счастье, когда у папы достойные дочки Понимаете, есть дочки У нас же ведь как у армян принято, что сын должен быть там Но есть девочки, каждая девочка три сына стоит Спасибо большое Спасибо Спасибо Спасибо